Всем привет на канале. Давно не снимал что-то, ничего. Вот как-то я хотел заснять процесс строительства своей беседки, но как-то ничего не получилось. В смысле, сама беседка-то получается, а снять как-то не получилось. Я сейчас покажу, что вообще получилось. Я показывал, как мы обжигали столбы. Вот мы на столбе одели бисерские столбики. Это кубики, значит. Блоки залили их раствором. Там они вымазаны, обработаны внутри и обернуты. Значит, что еще по столбам по этим. Вот они закрываются, значит, кирпичами. Здесь вот еще потом немножко мы растворчиком подмажем это все дело. И сами стык дерева и кирпичиков я пройду полиуретановым герметиком. Значит, высота здесь у нас, вот верхняя часть. Сейчас я покажу, как это все выглядит. Так вот уже сейчас выглядит эта беседка. Верхняя часть у нас высота 2,75 мм. Сделаны вот такие вот фермы. Вот видите, да? А нижнюю часть мы сделали высота 2 метра. Градус у нас где-то порядка 25 градусов. Уклон крыши. На крыше будет металлочерепица лежать. Как вы видите, вот уже я сделал тут, уже полностью-полностью подготовил. Сейчас ожидаю, когда привезут эту металлочерепицу. Вот так вот крыша, уже скрученная обрешетка, все сделано. В качестве дизайнерской работы, значит, сделаны вот такие вот перемычки везде. И в передних столбах, и вот здесь вот сзади, где задняя часть. Значит, что вообще еще тут хотелось бы вам рассказать, ну, рассказать, и потом я, может быть, покажу. Здесь тоже сделана ферма, а вот в этой проем, вот этот проем, вот этот проемчик, начиная от, значит, от фундамента и до вот этой балочки, задние стенки, вот эта задняя стенка и вот эта боковая стенка, они будут заложены. То есть, я буду применять обычный 15-й блок газосиликатный, вот я, ну, соответственно, с армированием. И потом они будут заштукатурены и покрыты декоративной штукатуркой. У нас получится, останутся вот эти вот продухи только. Вот такие вот продухи, они вот эти вот останутся. Значит, здесь также до уровня столбов, до уровня вот этих вот столешниц, да, этот проем, вот этот проем, он также будет заделываться. То есть, будут такие перила и будут кирпичиками вот так вот обложено это все. Вот это вот, где вы видите такие вот интересные стоят кубики. То есть, вот эта вот часть, вот эта часть и вот здесь у нас такой центральный вход, такое центральное крыльцо. Здесь это будет в открытом виде. Вот этот проем мы просто зарешетим. Вот этот просто такая будет ветровая решетка. Или, может быть, мы какое-нибудь применим сейчас кучу покрытий всяких, всяких шторок, кролет, типа под рогожку или что-нибудь такое. И вот это вот тоже, вот этот проем, он будет зарешетим. Открыто будет только, получается, вход. Два проема. И вот этот вот проемчик. Ну, что еще. Центр мы связали вот такую балкой 100 на 100. Стоят укосины, так. Все стропилы, видите, стоят на уголочках. Брешетка скручена. В общем, везде применялись обычные шурупы. Эти блоки вот я загонял туда такие вот здоровенные шурупы. Тоже они там длиной 200-250. И вот с этой стороны тоже они скручены таким образом. Значит, по центру, ну, эта балка просто так вот, болтается она, чтобы она под ногами не валялась. Ее не будет здесь. По центру мы ставим стол. Я еще подумаю, может быть, раковину я вот в этот угол поставлю здесь внутри. Вот, чтобы она была какую-нибудь тумбочку, столик такой, типа рабочий столик для женщин. Здесь мы выкопаем, закопаем вот эту бочку, вырежем из нее дно. Эта бочка прохудилась. Вырежем из нее дно, закопаем ее 200 литров и туда будет стекать канализация. Вот, закроем мы отверстия. У меня есть вот такие вот полы бетонные. Таким полом закроем, чтобы дети не провалились. И думаю, что 200 литров, если туда еще забросить химии, там сейчас продается куча химии для выгребных ям, то ничего вонять не будет. И будет это 200 литров, это хватит очень надолго, чтобы там, ну, будет просачиваться же в землю и, соответственно, и все. Вот. Была тема такая, поставить здесь мангал и прямо здесь, короче, значит, заниматься жаркой шашлыков или сделать барбекю, печку какую-нибудь. Но что-то мне не захотелось делать никаких дырок в крыше, вот, делать каких-то колпаков. И мангал, если он у меня стоит такой, он сваренный, правда, он немножко здоровенный, чуть-чуть вон там, он вдалеке. Вот. Я его принесу, поставлю, видимо, вот здесь вот, вот на этом углу. И если что, ну, пошел дождик или что, то можно, в принципе, спрятаться под крышу, тут как бы, вот. Сюда заведена электрика, питание идет от гаража в земле. И вот эти вот, значит, столбики, это они на бетоне уже стоят, просто крышечки пока не установлены. Они вот так вот обрезаны, здесь будет просверлено отверстие, и, значит, это будет здесь вот фонарики, вон там он электрика проведена. Вот. Здесь будут загораться два фонаря таких. Вот у меня есть фонари желтого цвета, туда поставлю светодиодные лампочки, и вон. Ну, а само освещение купил, купил такой типа пчелиного уля, только не из соломы, а из хорошего материала. И вот на эту балочку я повешу светильник, и как бы света тут будет тоже предостаточно. Ну, пол, наверное, будет грецовская плитка со временем уложена. Вот. Куплю какую-нибудь, ну, не сильно дорогую, потому что, как бы, ну, не вижу никакого смысла. Ну, чтобы здесь такое уже мутить сверхъестественно. Будет стоять в стол человек, чтобы можно было 10 посадить, там где-то длиной метр шестьдесят, метр семьдесят, шириной восемьдесят сантиметров, наверное, буду делать такое вот где-то. И, значит, угловая скамейка и обычная скамейка. Параллельно, значит, с этими видами работ мы вот сюда подгоняем дорожку потихоньку. Это у меня такая система, значит, для слива дождевых вод. Вот. Это я приведу эту трубу вот сюда, поставлю здесь приёмный дождевик, и отсюда будет эта вся вода вот забираться, уходить туда. И она у меня разведена по участку, по всему, и уходит туда, в канал, там канал с забором. Всё это туда вот сливается. Вот здесь уже вот работает очень хорошо. Ну, вот таким вот видео я хотел с вами поделиться. Жду на крышу, и когда уже крышу накрою, может быть, сниму ещё уже потом на выходе, когда уже будет со стенами. Вот я ознакомлю вас, как у меня вот эта беседка будет уже выглядеть. Пока мне очень нравится. Если кому-то тоже понравилось, ставим лайки, подписываемся на канал. И всем желаю удачи и хорошего настроения. Всё, до свидания, пока. Субтитры сделал DimaTorzok